Привет, ребята! Сегодня я с вами, Ксения, и в этом видео я хочу показать, как я делаю укладку своих волос, чтобы они выглядели вот так, используя Dyson Airwrap. В этом видео я не только вам хочу показать про укладку, но, мне кажется, начинается хорошая укладка в уходе хорошем за волосами. Поэтому это видео сначала, первая часть будет, как я ухаживаю за волосами, как я мою, что я делаю с того, как я их мою, а потом я вам покажу, как вот я, используя Dyson, делаю себе такие волосы. Поэтому наслаждайтесь, если вы хотите сразу перейти на часть Dyson, мы оставим внизу бремя, на какое вам нужно перейти, чтобы вам не смотреть полностью весь уход. Ну, давайте начнем это видео. Ну, ребята, давайте начнем. Мне кажется, что самое главное, что люди не думают о чем, это подготовить ваши волосы для мытья. Ну, давайте я вам расскажу. Во-первых, у меня волосы очень сухие, натурально, и они бьются. То есть у меня вот этот вот curls есть. По идее, когда я родилась, я была очень светленькая блондиночка. Сейчас ставим фотографию. Маленькая Ксюша. И с возрастом они у меня начали становиться темнее и темнее и темнее. Когда мне было, наверное, лет 21-22, так примерно, я начала краситься в блондинку, потому что мне хотелось поддержать вот этот вот светлый свет. Где-то полтора года назад я решила, знаете что, я не хочу больше краситься в блондинку, я дам своим волосам от России. И нормально вот то, что это же постоянно, знаете, ходить, постоянно краситься, постоянно, ну, я не знаю, как блитч, это который, знаете, ну, светлые волосы ваши делает. И оно, конечно, заметно, у меня волосы ломались, у меня волосы начинали выпадать больше, поэтому я решила, знаете, я это как бы отпущу быть блондинкой и дам своим волосам натурально быть. Я пошла, меня перекрасили в мой натуральный цвет, просто тонер сделали. Сейчас у меня низ чуть-чуть посветлее, потому что я когда играю в гольф или в теннис летом, я ношу обычно волосы в хвостики и одеваю кепку. И поэтому мои волосы здесь остаются более темные, а внизу они, конечно, на солнце становятся темнее. Еще раз скажу секрет, я вас буду брать с собой в следующее видео. У меня начала полезная седина в последние пару месяцев. Поэтому я пойду, и мне придется начать краситься опять, но я уже не буду не блондинку, а вот в этот цвет как бы просто закрашивать чуть-чуть седину. Мне кажется, на камере даже и не видно, но я же, вы знаете, присматриваю, стою возле зеркала каждый день и смотрю, поэтому мне заметно. То есть, ну а так вообще, что еще? Мою я волосы где-то, наверное, раз в 7-10 дней. Сейчас, наверное, прошло 10 дней после того, как я уложила. Первый раз я их укладываю, после этого я их уже не трогаю все это время. Укладываю, а дайс нам и покажу. Что еще хотела сказать? Мне кажется, пока мы все. Ну вот, когда я полтора года назад решила сделать свои волосы более здоровые, я купила себе дайсон, и я начала делать ресерч, смотреть, как можно сделать волосы более здоровые. И что я увидела, что повторялось на всех веб-сайтах, на всех тиктоках, на всех ютубах, на всех инстаграмах, это что нужно использовать масло для волос до того, как вы принимаете душ, если особенно у вас сухие волосы. То есть, они крашеные, сухие, вот это вот с этим помогает. У меня есть два масла. Кстати, я даже перевела их, записала. Первое, давайте поговорим о масле розмарина, розмарин ойла. Это специально для кожи волос, кожи головы. Он вот такой вот. Вам я даже и не буду покажу, потому что у меня есть полный второй, потому что здесь, в Северной Каролине, он дешевле и легче найти его, чем в Чикаго, поэтому, как только я увидела в Walmart, он, по-моему, стоит 7 или 10 долларов, то есть, не такие деньги, и у меня такая вот баночка, но, наверное, на полгода точно хватает. Это я использую, знаете, как я только это начала использовать, у меня сразу стало выпадать, меньше волос стало выпадать. Я когда мою, раньше, знаете, столько волос даже выходило с моей головы, думаю, как я еще остаются какие-то волосы на моей голове. После того, как я начала использовать это, у меня вообще почти не выпадают волосы. Поэтому я советую. Что я делаю? Это, смотрите, я иногда это делаю... А, кстати, возьмите, вот это вот у меня обычная моя расческа, а вот это вот специально тогда, когда я использую масло на волосы. Отдельно я вот у меня вот эта расческа, она просто старая расческа, которой раньше я пользовалась, чтобы свою ту не грязнить больше. Я это обычно... Сегодня воскресенье, и мне просто нужно было записать это видео, поэтому мы делаем это сегодня. Обычно я это делаю в будний день. Я встаю утром и использую вот эти вот масла на своей голове. Что я делаю? Вот с этим маслом... Просто его открываешь... И там такая вот пипеточка. Прямо на волосы вот так вот делаете. Обычно что я делаю? Я это все делаю, например, в пятницу утром, и даю почти, ну, наверное, часа, минимум 4, чтобы это все впиталось, чтобы это все начало работать. Мне кажется, наверное, нужно минимум 2 часа это все делать. Чтобы оно просидело. Знаете, я работаю, я просто сейчас вам покажу, как я их убираю назад, и никаких проблем нету. И вот даю... Я не очень люблю это на ночь делать, по идее тоже на ночь можно, но когда я сплю, я не хочу, чтобы масла с моей головы переходили на мою подушку и потом на мое лицо. Поэтому я это пытаюсь сделать в течение дня. Это делаете в день, когда будете голову мыть. Знаете, для меня голову мыть, это как каторга, я вам честно, если скажу, потому что я, конечно, это делаю, ну, раз не делаю, раз в 10 дней, это я укладываю, это все, это получается, знаете, пару часов уходит на мои волосы. Ну вот, и сейчас что я делаю? Я массажирую волосы, голову, то есть, чтобы вот это вот все впиталось. То есть, это мы концентрировались на коже головы. Я сейчас делаю пробор, как я обычно делаю его, посерединке. Вот, это, ну, копия, тоже, может, не идеально быть, просто, знаете. И второе масло, которое я использую, это как просто самая дешевая, самая обычная масса для волос. Я люблю, чтобы там было кокосовое масло с ней. Вот это вот, по идее, самая дешевая, которую можно было в марте купить. У меня есть хорошее масло, это волос, вот такой вот керастаз. Я очень люблю, я обычно это использую в течение недели, каждый вечер я наношу на кончики волос, чтобы было, но он сильно драконов, он в 600 долларов, как увидите, как я его использую, это, конечно, я быстро обанкрочусь только на этом масле. Поэтому я иду в самый обычный магазин, CVS, аптеку, вот где и есть масло для волос, и покупаю самое обычное, самое дешевое, чтобы вот это вот использовать его перед мытьем. Давайте сейчас разделим наши волосы, и сейчас я вам покажу, как я его использую. Берете, и очень хорошо, так, наливаете себя, и начиная с кончиков, вот так вот, всё. Вот смотрите разницу, видите? Вот эта сторона уже сделана с маслом, вот эта нет. То есть так прилично, чтобы оно всё пропитало ваши волосы и более нежным. Я говорю, как я только начала это делать, но это у меня, наверное, начало, наверное, 6 месяцев, опять столько же, 6 месяцев, чтобы увидеть первые результаты. У меня вот здесь вот вокруг лица очень сухие волосы, поэтому я это делаю. Я уже здесь, наверное, 6 месяцев заняла, вот постоянно такой раз в неделю делать, каждый раз, когда я мою, но после того, как я увидела результат, это, конечно, было шок, как можно было на ногу исправить здоровье волос, вот только вот так вот делаем. Субинный низ. Так, берём, расчёсываем. И я их сейчас уберу просто в пучок. Вот так вот. Сейчас как раз модно вот так вот убирать волосы, знаете, и чтобы они были такие, ну, как жирные выглядели. И поэтому как раз я так работаю обычно целый день. И в пятницу могу, знаете, если у меня есть планы на выходные, я это обычно в пятницу тогда делаю. И смотрите, я просто вот так вот убираю голечку. Ну, это не видно, мама видно. И вот так вот просто целый день работаю до того времени, пока мне нужно, пока я не буду принимать душ. Сегодня, как я говорил, воскресенье, поэтому я пойду позанимаюсь делами, мне нужно посуду разложить, мне нужно это боськи приготовить. сейчас то, что у него закончилась, его еда. И через пару часов я к вам вернусь и покажу, как я мою, какие продукты использую, и потом покажу вам, как я укладываю свои волосы тоже. Ну, ребята, прошло где-то, я бы сказала, 4 часа, может быть, даже 5, с того момента, как я нанесла масла. И сейчас я буду принимать душ и покажу вам, как укладываю после этого. Давайте покажу, чем я люблю мыть голову. Во-первых, кстати, я тебе сначала скажу что-то. Я показала маме видео, потому что она тоже хочет начинать использовать масла на своих волосах. И вот я ей показала как раз это видео первое, которое я через час записала. И она говорит, Ксюша, готовься, будет сразу вопрос, а если у меня проражиренные волосы, а если это, если это. Дайте я вам скажу. Я делюсь своим, как бы, экспириенсом, опытом на моих волосах. Я знаю, у меня подружка, она использует этот розмари ойл масло розмарина. На своих волосах у нее тоже очень жирная голова, то есть у нее очень жирная голова, она моет, наверное, каждые 2 дня приходится ее мыть. И она говорит, что они жирнее не становятся. Попробуйте. Единственное, что вам придется делать, если вы используете вот такие вот масла, даже если у вас сухие волосы, вам придется шампунить 2 раза. Я вам сразу предупреждаю. Вот у меня сейчас вот эти. Вот есть Pure, Pure, Pureology, и называется Strength Cure, то есть они, чтобы укреплять волосы. Они вообще, по идее, дорогие. Я, да, я покупаю дорогие кондиционеры и шампуни, и, да, я вижу разницу вместо того, чтобы купить дешевые и дорогие. И мне кажется, волосам намного лучше с дорогими. Я, честно скажу, у меня были поинты в одном из магазинов, Улта, которые здесь, ну, типа как Сапора, как Улта, потому что мама всегда, когда она идет покупать свои крема, или что-то такое, она вставит это все на мой, на мой этот аккаунт. И поэтому потом мне набирается быстрее поинты, и были скидки еще в то же самое время, 30% на эти большие размеры, и поэтому, по-моему, они 110 долларов каждая, и, по-моему, я купила нам, ну, половину цены только заплатила. И я купила, кстати, на Амазоне такие вот пампы поставила, потому что обычные такие, знаете, которые закручиваются здесь. Мне не нравится, я всегда пытаюсь пампы ставить на все, что можно. Я обычно меняю шампунь и кондиционер, то есть я пару раз вот этот использую, потом мне очень нравится Редкин. Я использую такую оранжевую Редкин, но мы оставим все ссылки или названия, наверное, потому что я не знаю русские, веб-сайт, наверное, так не откроются, ну, американские в России, поэтому мы оставим название Редкина, но специально для волос, которые становятся более такими пышными. фризи, поэтому вот я меняю то, это, то, то, это, то, то. Или смотрю, какие у нас скидки еще. То есть я два раза шампуню и потом кондиционер. Кстати, ребята, шампунь вам нужно намного меньше, чем вы думаете. Я тоже пока вот изучала эту всю систему, как правильно мыть, как правильно ухаживать за волосами, потому что, конечно, в школах-то никто не учит, извините меня, знаете. Вам нужно всего лишь пару пампов, а потом вот так вот обязательно делайте своими руками, пока вот это вот, знаете, не превратится вот прямо эмолсифай, как в Америке, обратно, просто перевести и поставить вниз. Ну, ждите вот так вот, и тогда начинайте уже на голову наносить, потому что если вы нанесете вот как обычно, ну, знаете, вот как кремовая она будет на основу еще, а она не так хорошо помывает, я два раза шампуню, а потом использую кондиционер, и еще раз в месяц, потому что, да, я использую масла, я использую там гелия на своих волосах, то есть всякое такое. У меня есть вот детокс-шампунь, то есть это детокс, я, наверное, использую его раз в месяц. Потому что если вы часто будете его использовать, каждый раз, когда вы моете, даже раз в неделю, мне кажется, у вас высушат волосы даже те, у кого они сухи. И детокс он помогает вот убирать вся грязь, вся эта, которая накопилась. Опять же, я его использую примерно раз в месяц, называется Way, написано по-другому, никто не знает, что это, по идее, называется Waydetox, шампунь и начинаем. И что еще я использую иногда, вот эта маска, мне вот эта, она нравится, есть хорошие маски, я люблю маски, чтобы они были такие жирненькие, хорошенькие. Я иногда их использую вместо масла, на вот сами голоса. А иногда использую, если вот у меня нужно быстро помыть голову, у меня нет времени ходить, вот с маслами все это делать, я в душе иногда просто вот это накладываю на пару минут и снимаю. У меня, смотрите, я вам, то есть, не уру, что я все это использую. Наверное, знаете, я на следующий выходной выезжаю в Чикаго, и, не знаю, буду мыть голову перед отъездом, или уже по моему каприду, но если я буду мыть голову перед отъездом, я скорее сюда использую, чтобы не тащить обратно вот эту вот баночку, но она, ой, вкусовая, ребята. Ой, она, наверное, уже 508, то есть она долго длится. Кстати, я обычно хожу к парикмахеру и стрижку делаю, наверное, раз в 6 месяцев максимум. До момента, как вот я начала использовать вот эти вот масла, мне кажется, кончики намного лучше, то, что мы обычно, когда ходим, когда кончики начинают смотреться уже не очень. И поэтому вот я сейчас, наверное, последний раз стриглась в июне, то есть, наверное, прошло 8 или 9 месяцев уже, но вот кончики, если посмотреть, когда я буду укладывать, вы видите, нету никакого сильно много проблем с ними, то есть они выглядят еще хорошо. Почему я иду стричься вообще? Мне кажется, если бы ток и закончить, я бы даже в этот раз не стриглась. Но у меня были, как они называются, челка была, ну, знаете, которая вот где-то до сюда вы идет, и вот за последние там 8-9 месяцев она отросла, наверное, вот так вот где-то. И когда я укладываю, увидите, я вам тоже напомню, что она не идеально укладывается назад, как мне вот это вот нравится, знаете, только я люблю, когда вот чтобы вот так вот, а потому что она отросла, она вот некрасива, мне кажется, не очень хорошо ложится с укладкой. И вот из-за этого я иду стричься, чтобы просто они мне придали больше формы моим волосам, чтобы красивее выглядело, когда я укладку делаю. А так, если честно, мне кажется, мне истричься не очень нужно сейчас, в данный момент, по здоровью волос. А раньше я даже ходила, перед тем, как я это все начала, наверное, каждые 3 месяца уже видно было кончики в ужасном состоянии. Ну, сейчас, из-за этих маслов намного лучше. Ну, давайте я пойду в прямую душ, и мы увидимся после этого. Так, ребята, я только что вышла из душа, давайте снимем, а то тяжелая такая, у меня уже шея болит. Ну, вот, мои, как видите, натуральные волосы, то есть они бьются. Дайте я повешу, быстрее. Давайте я покажу вам, что я использую после того, как я выхожу из душа. Что я первое делаю, это вот такой пирологи, это, кстати, тот же бренд, который по шампунь-кондиционерам, это, по идее, защита. То есть здесь 21 бенефит. Здесь и защита, и для цвета помогает, и помогает расчесывать легче. Ну, у меня очень легко расчесывать волос, поэтому мне это не нужно, добавляет шайн, то есть все это делать. Он у меня уже почти заканчивается, поэтому мы сейчас его доиспользуем, и мы выкинем. Кстати, я попросила маму подойти помочь, потому что, дай тебе расскажу секрет, пол очень скользкий, ну, здесь этот, как он называется? Капель. Капель. Да, и поэтому, если я попшикаю здесь, очень трудно с пола потом вымыть это, и я навернусь их дальше, засниму, как я это делаю в комнате. И второе, это Hydra Rush, который мы сделаем. Это просто добавляет чуть-чуть moisture, влаги, увлажнения ваши волосы. Сейчас пойдем, вот эти два обшикаем быстренько. Ну, ребята, что мы будем делать? Первое, это вот это, которое я вам показывала. Я тут перед зеркалом стою, чтобы мне было видно. Мам, спасибо, что помогла. Я сейчас его доиспользую, потому что он заканчивается. Я уже заказала такой же в Чикаго, чтобы он меня ждал, потому что это, наверное, моя четвертая или пятая уже баночка вообще, когда я заказываю. Кстати, я маме такую же заказала. Ты ей пользуешься, мам? Да. Молодец. Потому что она вообще не защищала свои волосы от, как это, высоких температур. Перед тем, как расчесываете волосы, используйте этот. Но я пытаюсь сюда пользоваться, поэтому так трудно. После этого вы можете начинать расчесывать снизу, аккуратненько, потому что, когда ваши волосы мокрые, они более всего легче ломаются. И поэтому потихонечку снизу начинаем, вверх, мы их вот так вот аккуратненько расчесываем. Так, это расчесали. Второе, что мы делаем, я тоже попробую сейчас доиспользоваться, или оставлю маме, а надо использовать, потому что мне лень это все тащить. Это Hydra Rush помогает... Покажи поближе. А, Мика, я не знаю, такой бренд есть в России, думаю, нет, но что-то вот такого как тут смысла такой. Мы сейчас на кончике, я обычно на кончик и на низ волос. Что это делает? Добавляет увлажнение волосам. Ты уже рассказала. Да. А что-то я такую часть пропустила. Я могу вам дать попробовать, потому что я буду голову мыть перед отъездом. Ну вот, и знаете, чтобы как меньше использовать горячих туз, инструментов, я не знаю, приборов. Приборов на своих волосах я сейчас дам, наверное, минут 20 им... Здрасьте, Босин. Минут 20 им высохнуть самим, переоденусь в пижамку, а то я так, у меня уже так жарко становится, и продолжу как саму укладку. Ну, ребята, давайте начнем. Как я говорила, я полностью укладку делаю Дайсоном. Где-то минут 20 прошло, они уже начали сохнуть. Сначала я сейчас возьму вот эту насадку, это как обычный фен, и мы чуть-чуть с вами подсушим корни волос. Особенно сзади головы мне кажется, что это занимается растопой, поэтому мы можем все переделать. Мне кажется, достаточно. Сейчас мы расчешем, и мы возьмем вот такую вот насадку. Она как расческа. Мне кажется, люди не понимают даже, как ее использовать, какой замечательный инструмент эта расческа может быть. Я ей очень часто пользуюсь, и мне она очень-очень нравится. мы будем ей? Мы берем вот так и тянем волосы вниз. Не сильно если они начинают запутываться, остановитесь и используйте расческу обычной расчешите. Ну, вот так мы начнем по кругу сейчас сушить волосы. так чуть-чуть подсушила. Кстати, я ничего не использую для объема. У меня как вы видите в конце будет неименоверный объем без всякого знаете муса или что-то такое. Сейчас смотрите, ребята, когда я вот так вот посерединке сделаю волосы и они выйдут на две стороны пробору, самое главное, чтобы выглядело красиво это знаете вот эта вот часть верхняя. Потому что если она нехорошо сделана, то будет весь вся укладка ужасно смотреть. Поэтому сейчас я возьму уберу вот эти волосы в крабик. Все что по кругу. Мы сейчас назад. что они видите вот эти передние уже начинают высыхать быстрее, все остальное. И мы сейчас их отдельно начнем сушить. Сначала вот этой расческой чуть-чуть досушим. Так, ну как видите они уже выглядят намного лучше и намного более прямой. Теперь я сделаю и опять же потому что я эти всеми вещами использую постоянно у меня не самые чистые насадки потому что использую постоянно под работом. Теперь я поменяла такую круглую и начнем сзади по кусочку наверное 4 кусочка здесь идет или 3 выравнивать еще и вот этой вот у меня еще есть по-моему не пикути по-русски на ролл по-английски я привезла к маме с папой только 4 поэтому будем использовать что у нас есть у меня в аптеке в Чикаго побольше их и тогда и другой размер и тогда мне кажется они удобнее но сейчас посмотрим что есть здесь я просто забыла честным словом сзади и начнем потихонечку крутить и накручивать на бикуди сразу сейчас вам покажу такое бывает тоже как говорю дай старенький поэтому иногда слетает вот эта насадка чтобы удобнее обычно честно скажу когда я это делаю сама укладку не на камеру я вот так и делаю и между губ так вот держу но не знаю может быть меня закидаете наверное помидорами если я так сделаю на камеру пойду боками защиплю тогда опять же все должно быть сделано с натяжением потому что тогда они лучше всего в равнице я наверное самые большие назад сделаю я люблю когда вперед делаю полосу и потом накручу мне кажется так больше всего получается объем раз раз и вот такими я защипел идем на следующий кусочек раз и и нет и и конечно, каждый день или каждые пару дней не выдержала. Но волосы какие есть, такие есть, поэтому работаем с ними как можем, да? Последний кусочек. Опять же, видите, вот эти сильно длинные, что его было чертое, поэтому я вас возьму с собой в ближайшие, ну, видео, я помню, через, там, меньше, чем через две недели эти аппортменты, я уже вам во блоге говорила, и покажу, что они мы сделаем с моей челочкой, чтобы она больше, знаете, подходила на то, что я люблю. Ну, все, мы вверх закончили, мне кажется, три хватит, давайте. Нам теперь нужно, мы поставим обратно вот эту насадку щеткой, вот эту, и теперь нам нужно высушить волосы, наверное, остальные до 80%, чтобы они были сухие. Ну, смотрите, мне кажется, мы уже высушили их достаточно, теперь начинаем саму укладку вот этими вот штучками. Я всегда это делаю от лица, то есть убираю их вот так вот. Я люблю делить волосы на уровни, то есть начнем. Я разделяю волосы, наверное, надо будет три части с этими волосами. Вот верхнюю часть вот так вот мы сейчас закрепим, чтобы она нам не мешала. С этими сейчас будем работать. Я уже поменяла насадку, вот эту поставлю, и я заворачиваю от лица. Когда вы завора делаете, используете Дайсон, что, вот если у вас такие волосы, как у меня, или недолго держатся ваши, вот когда вы заливаете их. Вот посмотрите, как я это делаю. И потом я вам это объясню. Смотрите, беру прядь, да, и вот так вот держу. И смотрите. Выключаем и потом снимаю. Видите? Я потом еще вот так вот заворачиваю их пальцем, что мне нравится так вот, когда они вот лет больше. Но в чем смысл? Что нужно всегда держать под вот теншем, то есть двигать, чтобы волосы натягивались. Иначе, если у вас такие волосы, как у меня, если вы просто подержите, вот так вот поднимите кверху, то вы достанете, а они дальше такие же будут пышные и некрасивые. Поэтому всегда нужно вот держать под и натягивать в одну сторону, другую, другую, и тогда они выровнятся лучше. Ну и вот так вот продолжаю по кусочку, буду сейчас делать этот уровень, да. Обычно, опять же, я говорю, я так и держу. Но на камеру на них лучше убрать. Вот так вот пальчиком. Кстати, ребята, если у вас не так хорошо держится укладка, особенно когда вы закручиваете волосы вот на Дайсон, попробуйте, чтобы у вас волосы были чуть-чуть более влажные, потому что, если они влажные, они лучше держат тогда эту укладку. Не нужно, я пару раз попробовала, когда у меня волосы сильно влажные, но у меня такие вот были шевелюра. Нет, не знаю, ну вы поняли. Такие большие волосы стали, поэтому и так были закручены, я же закручены. Поэтому я люблю, когда у меня волосы 80% уже высохли, и тогда я закручиваю, тогда это больше как, вы знаете, красивая укладка там большой расческой, а не вот просто когда накрутил. Теперь меняем насадку на другую сторону и начинаем закручивать эту сторону. Вы уже видите, какая разница. Вот так вот. И, кстати, я довожу вот этот вот Дайсон до самих корней волос, потому что мне нужно, чтобы они разгладили до самого верха. Если у вас уже гладкие волосы, вы не хотите что-то вверху, чтобы оно крутило, тогда не доводите до самого верха, остановитесь где-нибудь пониже. Но мне вот, видите, вот это вот нужно, чтобы оно разгладило, поэтому я довожу до самого, до самых корней. Ну, мы делаем следующий уровень. Давайте начнем этот раз с этой стороны. Верхнюю часть закрепляем. Раз у нас в эту сторону уже поставлена насадка, мы начнем с этой стороны в этот раз. Ребята, еще чем выше я иду на волосах, тем меньше я хочу, чтобы они были так вот закругленные. Я хочу, чтобы они выглядели наверху больше, как будто я взяла расчесочку и вот так вот их, знаете, сама выровняла. И поэтому, когда я начинаю идти чуть-чуть вверх, я начинаю разбивать сразу свои волосы. То есть я не жду до конца, а начинаю потихонечку, видите, они не успели сильно закруглиться наверху, и чего мы и хотим. Переходим на эту сторону. Теперь мы можем менять мою насадочку. И начинаем здесь. Ну вот, смотрите, неплохо, могу сказать, выглядит. У нас последняя осталась часть верхняя. Сейчас не распьемся по полному. Сейчас оставим здесь. Чтобы сейчас мне было удобно, мы достанем пигуди. Видите, волосы уберем на другую сторону, чтобы пигуди нам не мешались. Вот так вот. Наверху, если я могу, я пытаюсь брать пряди побольше, потому что, опять же, это лук, на который мы пытаемся, чтобы были более, знаете, не так вот, как спиралька, а более волнистые просто волосы. Теперь берем пряди, которые были в ровах, ну, бигудях, и переводим на эту сторону. Мы их еще доделаем, не переживайте. Ну, чтобы они нам мешались, мы еще сюда. Бумс, и все. И давайте доделаем последний кусочек. И почти все. Ну, посмотрите, мы уже все сделали, что нам, по идее, нужно, пока не есть. Теперь я беру назад все вот так вот волосы. Пальчиками-пальчиками. Смотрите, сколько объема. И давайте сделаем пробор, как он мне должен быть. Посередине. Трус. Так. И теперь мы просто смотрим, где наверху, там, где у нас были волосы в бигудях, где их можно чуть-чуть подделать. Почему я еще делаю сначала бигуди, это потому, что если я сначала не сделаю что-то с этими волосами наверху, к тому времени, когда я все остальное сделаю, приду к ним, они уже высохнут, и с ними будет очень-очень трудно работать. И поэтому я сначала их атакую в бигуди, чтобы они держали форму, и потом возвращаюсь под конец, но это уже совершенно быстрее и легче делать, потому что они уже ровные, они уже с объемом. И ну, давайте посмотрим, где кусочки, видите, вот такой вот кусочек, который у нас в бигудях. Вот я про это вам до этого говорила, видите, я хочу, чтобы они были чуть-чуть вот сюда вот заходили, а не так. Но ничего страшного, я их пойду, мне сделают стульфазы. Это, мне кажется, странно все. Давайте посмотрим в другую сторону. Я совершенно недолго держу, потому что, опять же, я хочу более такой effortless лук сейчас здесь нахожусь. Ну и все, мы закончили нашу укладку. Мне кажется, все получилось. Ребята, я не использую лак для волос после того, как я сделала волосы, потому что лак для волос обычно сушит волосы. И как только я им попользуюсь, у меня потом не очень хорошо, в последующие дни я сниму волосы как-то не очень хорошо выглядят. И поэтому обычно я только лак для волос пользуюсь, когда я убирала наверх волосы. Обычно через пару минут я их расчесываю. И вот так у нас получается. Надеюсь, вы что-то для себя изучили. И не переживайте, это займет какое-то время найти то, что работает для ваших волос. Мне это ушло где-то год. Но я надеюсь, вам понравилось проводить время. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok